Всем привет! С вами Павел Багрянцев и я вам расскажу, как открыть бизнес не вкладывая своих денег и как это я сделал и развил этот бизнес, довел до оборота 5 миллионов рублей на второй месяц работы. Это абсолютно реальный кейс, это мой результат и я не вложил ни копейки. И сейчас я вам все постараюсь подробно рассказать. Расскажу я это в виде истории, давайте еще раз напомню показатели, оборот 5 миллионов рублей, ну даже 5 с половиной. Сделали мы это на второй месяц, то есть оборот был сделан за один месяц, но просто к этому мы шли два месяца. Жил-был бизнес, он и сейчас живет, но относительно на плаву, потому что я этот бизнес делегировал, ушел оттуда, он мне стал неинтересен. Ну так вот, жил-был бизнес, это автошкола, не буду говорить название. В Санкт-Петербурге. У этой автошколы было несколько филиалов. У нее был директор, с которым я знаком уже достаточно давно. И в автошколе, ну был оборот, ну где-то полтора миллиона, ну два. Ну в общем, аренда помещений, зарплаты и так далее все еле-еле окупалось. Все еле-еле окупалось. Есть такой принцип в бизнесе, да, как его открыть с нуля. Я вам сейчас расскажу этот принцип. Найдите какого-нибудь предпринимателя и скажите, вот я могу на вас бесплатно работать, если вы меня научите и я сниму с вас часть работы, на которую у вас не хватает времени. Либо вы хотите открыть в бизнесе какое-то направление, но у вас не получается, у вас нет на это времени и нет людей на это. Я вам это сделаю только за то, что я буду работать под вашим руководством, мне даже зарплата не нужна. Или какая-то чисто символическая зарплата. Это первый способ. Благодаря этому способу я открыл другой свой бизнес. Это интернет-бизнес, другой интернет-проект. Я как-нибудь потом об этом расскажу. То есть я просто вам рассказал, вы учли. Здесь я действовал по другому принципу. Здесь я дал человеку какую-то ценность. Есть несколько правил, как можно увеличить оборот в бизнесе на 20, а то и на 30 процентов. И все, я сегодня вам рассказать никак не успею. Я это сделаю в следующих видео. Но тем не менее, я предложил человеку, что я окажу небольшую услугу. Эта услуга будет стоить 40 тысяч рублей. И я сказал, что я гарантирую, что за два месяца я увеличу оборот вашего бизнеса на 30 процентов. Если это не произойдет, я верну вам деньги. Хорошее предложение, да? Я хорошую ценность создал. Соответственно, человек согласился, но какой предприниматель не согласится. У нас в России не все бизнесы так хорошо живут. Я принял решение сделать, оказать эту услугу сам. Я внедрил несколько правил, которые очень хорошо подходят к торговле. И что произошло? Одно из этих правил было, я вам о нем расскажу, это метод наилучших решений. Мы провели некоторые маркетинговые исследования и посмотрели на сегодняшний день, какой основной канал и приток посетителей идет в этот бизнес, в автошколы. Просто достаточно было проанализировать рынок. Никто этого не делает, оказывается. В этой нише этого никто не делает. Мы проанализировали этот рынок и увидели, что тогда был взлет купонных сайтов. Группон, Беглеон, множество таких сайтов. Это был пик. И практически ни одна автошкола еще там не присутствовала. И мы поняли, что это тренд и надо идти туда. Мы заключили договор, начали действовать. Ну, помимо этого, мы ввели еще несколько фишек. Я вам просто сказал одну из них. И у нас были взрывные продажи. Нам пришлось очень сильно понизить цену. То есть в автошколе. Нам пришлось очень сильно понизить цену. Но зато мы выиграли на количестве людей. На объемах. На объемах пропускных, сколько мы можем обучить людей. И что было сделано? Уже на первый месяц нашей работы оборот автошколы составил почти что 3 миллиона рублей. То есть я вырастил еще на столько же. На 100% я увеличил доход этой компании. То есть я создал ценность. Я ничего мега крутого не сделал. Я просто подумал, посмотрел на рынок. Я человек современный. А у предпринимателей нет на это времени. Они думают, у них проблемы, налоги и так далее. Они об этом не задумываются, тем более взрослые люди. Но я то секу фишку. Я в тренде. Ну так вот. Что начал делать дальше? После этого мы собрались с ней. Я говорю, ну как вам результат? Она говорит, слушай, круто. Мне предложили быть соучредителем этой автошколы. Но после этого мы немножко все переиграли. Мы сделали так. Я открываю свой класс автошколы. Этот человек, учредитель мне дает деньги. И мы делим прибыль пополам. Вот то, что с этого класса будет идти, мы делим прибыль пополам. Соответственно, я открываю свой дополнительный филиал. Заметьте, у меня не было лицензии. Я в этой автошколе не был оформлен вообще никак. То есть я там был никем. Просто человек со стороны. Мне дают денег. Я приглашаю здесь своего друга, чтобы мы сделали все это вдвоем. Вот. То есть мы с ним вдвоем начали реализовывать. И мы инвестировали 70 тысяч рублей по чужой лицензии. Мы прошли все проверки. Мы все узаконили и так далее. Причем нас проконсультировали, как это сделать. То есть с нами бесплатно поделились опытом. Еще денег дали. В итоге мы ничего не вложили. И на второй месяц мы заключили договор еще с одной фирмой, которая владеет купонным сайтом. И сделали через них еще множество рекламных акций. В итоге мы на базе нашего класса сразу же с нуля в первый месяц делаем сумасшедший оборот для стартапа. И по всей автошколе проходит оборот 5,5 миллионов рублей на второй месяц. Вот такой реальный кейс, который я сделал. Если получится, я вам покажу фотографии этой автошколы. Класс уже закрылся. Этот бизнес уже закрылся. Потому что здесь приходилось общаться очень много с госорганами. Ну много очень бюрократии и так далее. Мне это всегда не нравится. И я понял, что это ну не мое. Не мое. И все. Проверки там одно, другое. И поэтому я решил просто отдать этот бизнес. И в итоге, когда я его отдал, в итоге он изогнулся. Поэтому эта автошкола уже... Не. Автошкола существует, но этого класса на Васильевском острове в Санкт-Петербурге уже нет. Так что, друзья, учитесь. Какие выводы можно сделать? Первое. Изучайте, что сейчас в тренде. Допустим, сейчас там в тренде Инстаграм, там соцсети, еще какие-то методы продвижения. Анализируйте, следите за рынком и всегда внедряйте. Думайте нестандартно. И после того, как мы зашли в купонные сайты, после нас туда повалили все автошколы. Там начался безумный демпинг. Автошколы в этих купонных сайтах начали друг с другом конкурировать. Снижать цены настолько, что у автошкол уже даже у самих прибыли не осталось. Потому что они все с помощью купонов. Купоны и так скидочные. Еще автошколы друг с другом конкурируют. В итоге они съели друг друга. А мы быстренько сняли сливки и вышли из этой борьбы. Начали искать новые методы продвижения. Так что, друзья, вот такие выводы. И помните, что бизнес с нуля без своих вложений открыть можно всегда. Сделайте человеку предложение, от которого сложно отказаться. Дайте какую-то ценность человеку. Он с вами поделится опытом. И он еще поможет вам открыть бизнес. Если увидит в этом выгоду. Учитесь. Всем пока. Если вам понравился этот кейс, моя история, ставьте лайк. Оставляйте ваши комментарии. И до новых встреч. Всем пока-пока. С вами был Павел Багрянцев. Павел Багрянцев.